А у вас болят суставы? Вы знаете причину болей в суставах? Рассказать про эффективное старинное средство от болей в суставах. Смотрите видео до конца и все узнаете. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Боли в суставах с разной степенью интенсивностью беспокоят практически каждого взрослого человека. Они дают о себе знать более активно в возрасте после 50 лет. Примерно половина всех обращений за медицинской помощью так или иначе связана с болями в суставах. Почему болят суставы? Суставы являются местом, где происходит движение. Оно осуществляется за счет соединения двух костных структур через хрящи и удерживается это соединение мышцами, связками и сухожилиями. Всего в теле человека около 180 суставов. Это мелкие и крупные суставы, позволяющие осуществлять различную деятельность за счет возможности передвижения. Конечно, именно эти сочленения выдерживают сильнейшие постоянные нагрузки. В сумме с неблагоприятными воздействиями внешней среды, заражением инфекционными заболеваниями, нерациональным питанием, это приводит к нарушению структуры сустава, отложению внутри него кальция и солей, дистрофическим изменениям составляющих сустав образований. В некоторых случаях возникают воспаления, вызванные разными инфекционными агентами или аутоиммунными состояниями. Когда иммунитет вырабатывает антитела против собственных клеток. Одним из первых проявлений изменений в структуре сустава, появлению острого или хронического воспаления, являются болевые ощущения. Что делать, если заболели суставы? Конечно, при возникновении боли, появлении нарушения двигательной активности, признаков воспаления, следует обратиться к врачу. Необходимо проведение обследования для уточнения характера изменений и выявления причины расстройства. Боли в суставах могут носить постоянный и периодический характер, сопровождаться видимой деформацией или признаками воспаления. При посещении врача следует сдать общий анализ крови, который позволит оценить наличие воспаления. По биохимическому анализу можно определиться с наличием повышенной концентрации некоторых веществ, поражающих суставы, мочевая кислота при подагре. Далее проводится ультразвуковое исследование сустава, которое беспокоит или рентгенография его. Если боли имеют распространенный характер и не сопровождаются выраженными внешними изменениями, то проводится исследование наиболее часто беспокоящих суставов. При выявлении признаков артрита, то есть воспаления, рекомендуется проведение противовоспалительной терапии с применением препаратов и средств народной медицины. Если заболевание обусловлено обменными нарушениями, то в первую очередь следует нормализовать питание, убрать раздражающие продукты и те вещества, которые зашлаковывают организм. Пить больше жидкости и при развитии воспаления использовать противовоспалительное средство. Если в процессе обследования выявлены не очень сильные изменения, суставные поверхности не поражены онкопроцессом, то для снятия болевых ощущений поможет средство, которое уже давно применяется в народе для снятия болевых ощущений в суставах, мышцах, сухожилиях и связках. Это лекарство поможет при неудачно сделанном движении, которое вызвало защемление нерва и сопровождается резкой болезненностью. Короче, чтобы снять боль при простреле, радикулите, остеохондрозе, артрозе, надо приготовить лекарство для растирания. Как приготовить обезболивающее средство по рецепту бабушек? Чтобы иметь эффективное средство от боли в позвоночнике и суставах, следует смешать 300 мл медицинского спирта, по 10 мл йодной настойки и камфорного спирта с 10 таблетками анальгина. Таблетки надо измельчить и растворить в жидкой части состава. Дальше смесь должна настояться, для этого ее надо поставить в темное место на три недели. Спустя этот срок можно использовать для растирания место, где возникла боль. После растирания следует сверху завязать шерстяным платком или шарфом. Лучше применять на ночь. Надо наносить в течение 10 дней, потом сделать перерыв на 5 дней и повторить курс. Если боли прошли раньше, то можно ограничиться одним 10-дневным курсом. Растирку можно использовать в экстренных случаях для снятия остро возникшей боли, до посещения врача, чтобы снять болевые ощущения. Если вас периодически беспокоят боли в суставах или позвоночнике, то это средство обязательно поможет. Но оно действует только симптоматически. Для определения причины болевого синдрома следует пройти обследование. Берегите себя! Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!